Параксиланс, важнейшим культовым центром Ассана до сих пор проявляется к правом богине Канадхи на горе Миньора. Возникновение этого места связывается с мипом о расчемлении тела богини Сарки. Вообще название Ассана недавно происхождение. Соговорство с Ассаном Гусарова в достоверной версии оно происходит от Ахо. Возникновение Ассана расширилось здесь в XIII в начале XIX века. А в Дегане Тантре, как и в других средневековых текстах, этот край именуется Камарупа. Причем Камарупа это более широкое понятие, чем Ассан в географическом плане. Она также включала в себя территории тех штатов, которые выделились из Ассана. Это Армачал Прадж, Магалеп, Манипур, Мерхалая, Трипура и Заран. Также части штатов Западной Бенгалии, Бехар и Республики Бангладеш. Древнейшее эпиграфическое упоминание Камарупы содержится в знаменитой Алахабадской надписи губского императора Самадрагурты в XVI веке. Но не только точная графическая привязка к ее движению Тантру уникальна. Этот текст отражает реальные исторические события, происходившие в регионе ее возникновения. Вообще для Тантру это совершенно не характерно. По подсчетам Тенагудриана, 80% материала, содержавшегося в текстах Тантры, связано с ритуальной практикой. Здесь редко содержатся сюжетные истории, тем более сведения исторического характера. В регионе Тантры выделяется целый раздел, который можно назвать историческим или скорее квази-историческим, потому что реальные события получают здесь такую мифологическую трансформацию, даже полусказочную. И, кроме того, важно отметить, что данные события описываются, как правило, в будущем времени, в футурном, и, значит, в форме предсказания. Этот квази-исторический раздел включает вторую часть 12 главы, а также главы 13 и 14 первого раздела. В значительном повествовании выступает миф о проклятии мудреца Васишки. Согласно ему, однажды Васишка явился на гору Нила и хотел войти в франкомахию, чтобы совершить поклонение богине. Но ему предрадил дорогу Сарнарака, сын Вишну, в то время проявший Комарупы. И в ответ Васишка наложил проклятие у него на руку, а на Комарупы, потому что он на руку ему не пускал, потому что там все в это время села Пуджа. И Васишка пообиделся, даже на Комарупы и сказал, «О, матерь Комарупы, я Брахман, Брахман, сын, оставив тебя, ныне я ухожу, если мерзкое ты совершаешь. Грех в обиении Брахмана поистине лежит сегодня на тебя. Отныне поклонение и повторение мантры, даже совершание великой питьки, не принесут успеха. Тогда расстроенная богиня Комарупы в страхе является на этой вас учили, где кто-то ее пишет и описывает ей грядущие времена. Шива утверждает, что после проклятия Васишки царство на руке погибнет, а на жителей Комарупы обрушатся несчастливые бедствия. Звотейство высадится в Комарупе, и народ будет одолевать тяго и ненуде. Войсо вольные бедствия у Махамая будут идти непрерывной середой. В период действия проклятия, которое продлится 300 лет, над страной будут властвовать 4 народа. Яваны, Кувачи, Саламары и Плавы, которые будут без конца между собой воевать. Описывается ход их противостояния, и при этом даже называются конкретные даты. Так, в 1901 году эры Шака начнется война, по результатам которой править Комарупы в 12 лет будут Кувачи и Яваны. А в 1981 году эры Шака правителями Комарупы надолго станут Яваны. При переводе упомянутых дат 901 и 981 из эры Шака в нашу эры получаем 9889 и 1058-1059. Это получается то есть либо раньше, либо позже походов знаменитого завоевателя Махмуда Газневи. Напомните, походы приходились в 2001-2026 годы. И, кстати, Комарупы, они только доходили до Канаджа, Комарупы они не достигали. Так что в 12 главе упоминается разрушение храма Канахи. Это реальный тоже исторический факт, но не сказано, при каких обстоятельствах это произошло. А на самом деле храм был разрушен Брахманом Кава-Пахаром в первой половине 16 века. Также говорится, что сама богиня будет в эти смутные времена находиться на вершине горы Нила и пить кровь. На Мини-Мижа сказано, что салмары будут править в восточной части. Куваши в западный яваны в южный, а плавы в северный. То есть они как бы не с собой Комарупы будут так вот делить. И так, что это за народы? Начнем с салмаров. В сансквистских словарях это слово нигде не встречается. По мнению этих исследователей, как Миша и Урбан, слово салмара – это сансквитизированная форма слова «ахом». И отсюда же слово «тасан», как его сказано. А «ахомы» как раз правили восточной и большей частью Комарупы. Ахомы или шаны были завоевателями, втавшимися в долину Брахмапутри в начале 15 века. Изначально это был народ, родственным вооусцам и проживавший на территории Мьянмы современной, а также в прилегающих районах Китая, Таиланда и Вооуса. Ахомы, будучи относительно ненегачественными, примели ассамский, индуистский язык и индуистскую религию и правили ассамом на протяжении около 600 лет до британского завоевания. Не возникает особой сложности из-за идентификации кувачи. В санскрите кувача буквально означает, означающий дурные речи, какие-то непонятные, ничего такое злое, нехорошее. И это слово, которое встречается в источническом санскрите, явно является санскритской трансформацией названия народности Коч, проживавшей в западной части Комарупы. Эта часть самой генетангрии определяется как страна Коча. Представители народности разговаривали на одном из тибета-германских языков, носителем ассамского языка, казавшимся непонятным и варварским. Отсюда историю такое нелестное название. Кратковременный подъем царства Коч, имевший место в XVI веке, на некоторое время сделали государство одной из главных действующих в регионе Силы, еще чуть ниже. Так, теперь о явонах. Ну, явонами все знают, что это первоначально называли греков, а потом стали называть мусульман, которые, подобно грекам, их вторгались на санкт-гетинет северо-запада. А в случае вегани-тантры под явонами подразумевался тюрко-афганцы, контролировавшие в то время составления вегани-тантры Бенгалию, находившиеся к югу и западу в Комаруко. Вот некоторая сложность возникает в сертификации плавов. Вот это племя, которое по правилам населили. Которые как-то почему-то остались вне внимания, исследователи. На санскрите слово плава означает плод, лодка, вид морской птицы, лягушка, обезьяна, корзина для ловли рыбы. Поэтому, возможно, речь идет о каком-то там неком племени рыбаков, жившем на Великой реке Брахмапутра. Затруднения возникают из-за того, что плавах вегани-тантр, по сравнению с другими народами, дается меньше всего сведений. И нет упоминаний конкретных фактов о их участии в статистических событиях. И поэтому можно предположить, что авторы специально ставили это незначительное племя для полноты распределения по сторонам света, чтобы север тоже был как кем-то замен. Что интересно, вегани-тантра содержат мифологические версии происхождения всех этих четырех народов. Название 13 главы посвящено происхождению Куваши. Излагается история йогини Ревати, которая благодаря своей преданности и подвижничеству завоюет любовь самого Шивы. Однако прежде, из-за проклятия Брахмана, которому она отказалась дать милости, Ревати стала млечкой, чем и объясняется неарийское происхождение Куваши. От семьи Нишивы йогини родит сына Венус Синхо, так и Венитантры, который станет могучим царем и в одиночку разгромит Саумаров, Ахонов, и Гаудапанчанов, бенгальцев. Считается, что Венус Синха – это реально историческое лицо. Это основатель династии Коч, Виш-Васимха, правивший в 1515-1540 годах. Он принадлежал, носивший имя Бису. По рождению он был из-за кремнии Коч, отсюда название династии и царство. После прихода Бису к власти, Брахманы дали ему новое имя – Виш-Васимхо. Не Виш-Васимхо, а Виш-Васимхо. И придумали, явно придумали, излагаемую здесь легенду о его божественном происхождении. Отец Самшива, а заодно Брахманы, они приписали всех Коч, все это пленно, к варных шатрах. Будто в укрепке Коч были шатриями, бежавшими в глухие места от гнева Парушурама, сына Жавадага и потерявшими свои священные шнуры. К власти, где Виш-Васимхо пришел, отобрав контроль над местностью Коча у правителя Гавады Бенгалия Аляудина Хусейн-Шаха. Отсюда и упоминание о победе основателя династии Коч над бенгальцами. Кроме того, воевал он с Сахомами. Боевые действия с Ахомовым Гангальцами продолжил сын Виш-Васимхи Нара-Нарайна, который правил очень долго, 46 лет. Эта борьба шла с переменным успехом. Виш-Васимх и его сын Нара-Нарайна, известные как покровители шактизма и тантры, они приглашали в брахманов из Варанаси, Таналжи и других религиозных центров. Кроме того, Нара-Нарайна в 1565 году восстановил храм богини Камахи, разрушенный до этого Калапахаром. И поэтому неудивительно, что в ее генитантре его потомкам, вот это всем Коч, предвлекается славное будущее и достижение божественного состояния. 14 глава посвящена послаждению трех остальных народов, если бы более вкратце, Куавов, Яванов и Сурманов. А послаждение Куавов состоится с событиями, описанными в Махатхарате. После того, как в битве на поле Куру пали Бахлики, представители народа, сражавшегося на стороне Каурана, супруга, одного из них по имени Гирми, отправляется в Варанаси, где вступает в любовный связь со своей шилой Баной Махакавы. И у нее рождается сын Маханкуша, который будет последствием Куавачары и прародителем Куавов. И даже здесь какой-то дальше принципа паузской информации нет дальше. Большое внимание уделяется в главе, в этой, в частности, главе послаждения Ява, над которыми, мы, как мы помним, подразумеваются мусульманские завоеватели Индии. В начале излагается известный по Курану миф о царе Баху, потерпевшим поражение от пленек, от млешков, хайхаев и товаржанков, и его сыне Шагары, отомстившим за отца, изгнавшим хайхаев и товаржанков. И таким образом, эти мусульмане оказываются потомками этих вот хайхаев, вот этих хайхаев и товаржанков, как бы таким вторым их изданием. Ну, причем, правителями святых земель Ариаварты, в том числе и Комарупы, они становятся по милости Шилы, здесь это подчеркивается. Но в то же время Явланы оказываются единственным народом, а еще происхождение не возводится каким-то божественным или полубожественным существам. И, наконец, Салмары. И основные, как можно сказать, хозяева Комарупы, в Егене-Тантрии, они оказываются потомками индийского Зевса, Индры, столь же любопробильного, как и его древнегреческий коллега, и Апсары Нанохара, выпадившись на земле, как Канкати. То есть Канкати, она однажды подглядела любовные забавы Индры и его супруги, и как бы выживала Индры, и тогда супруга Индры своим покаятием обрекла ее родиться на земле. Она родилась как Канкати, как женщина Канкати, и также она была женой одного сыновид Хитарастра. После гибели Кауранов она отправилась в изгнание, священно посвящалась с Индрой, который с ней насладился любовью, и у них появился зверь Ариндама, который сначала себя ввел очень плохо, промышлял охоты, находил удовольствие в вине, в мясе, плоских и техах. Когда Канкати вызвала Индри, пожалась на сына и просила ее забавить обратно на небеса. Царя Богоха ее вернул, но при этом дает такое предсказание, что ее сын будет пролетителем царского рода. Также показательно, что царь Соломаров после смерти отправится на Вайкунху, в мир Вишну, а в свое время посмертным, вместо пребывания царей Кувачи, станет Кайваса, что, как видится, указывает на их более высокий статус, учитывая большую близость к югенитантры и нокшивоизму. Вообще, в отношении автора или авторов югенитантры к четырем народам, можно следить по тому, какое механическое повествование им приписывалось. И здесь можно составить своего рода грейтинг. В этом плане мне больше, конечно, предпочтения отдается Кувачи, про отец Шива, про матерь Йогани Ревати. Затем Шиви Плавы, Банна Махакава и Кирми, и Солмара, Индра и Канкати. Что же касается Яванов, то они оказываются на нижней строчке этого рейтинга, и им, как указалось выше, не приписывалось какого-то респектабельного божественного происхождения, хотя и говорится о том, что Шива к ним благовонит. Конечно, особая симпатия Йогани Тантре Инна Кувачи объясняется тем, что царь из этой династии Нарана Рана, в долгое время, в долгое правление которого была, скорее всего, написана Йогани Тантре, как указалось выше, был шахтом. Он покрытил шахтизму, и ему же принадлежит заслуга восстановления храма Махи, который в этом виде существует до сих пор благополучно. Бисва Нарана Шастри утверждает, что Йогани Тантра была создана при Ахолмском дворе. Но я лично, все же, проанализировав этот материал, все же склонен думать, что она принадлежит в Перу брахманов, которых приглашили к себе на запад Камарупы, Коч, это вот Кувачи, Вишва Синха и его сын Нарана Рана. Подводя итоги, можно сказать, что в Йогани Тантре в очень такой смутной, мифологизированной форме отразились реальные исторические события, связанные с борьбой царства Коч, с Государством Ахолм и бенгальскими мусульманскими феодалами. При этом заметно возвеличение Коч или Кувачи, покровителей храма Камахи, культа Камахи, который для Йогани Тантры является центральным. Однако заметим, что предсказания в Йогани Тантры о великом будущем Коч не сбылись. После смерти Нарана Нараны его царство выразделено на две части Куч-Хаджо и Куч-Бихар. Из них Куч-Хаджо очень вскоре был аннексирован Ахомом. А Куч-Бихар потерял свои территории и продолжил существовать в виде небольшого княжества, как вассал Моголов, потом вассал и Британии вплоть до эпохи и зависимости Индии. А династия Раджи Куч-Бихарских перелывалась всего 10 лет назад. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Есть вопросы? Если нет у меня, может быть, я что-то допустил? Просто вы сказали, что это Салмар. Да, Салмар. Вы сказали, что это санкетизация может быть название Ахома. Да, это предполагает, это Орбан предполагает. Не Орбан. Как это предполагает? Что? Может быть, Ахома приведет какое-то значение, которое передается на Салмар. У меня это позже. Да. Ну, вот, действительно, Мишра, и Орбан, они считают, что Салмары это вот это царство Ахома обозначает народ Ахом. Да? Это же Ахома выводится Ассан. Хозяйственная версия после этого слова Ассан, на самом деле это значит неровная земля. Ассан. То есть, как бы, А, это все за частица саморовная. Ассан, поэтому гладкий, одинаковый. Вот. И тоже докладывается после воздействия названия Ассан. Начал. Понятно, но я тоже более, ясно. Хорошо, спасибо большое. Нет больше вопросов или предпринимания. Если нет, спасибо, то нет. по-видимому, или в истории второго говорения не захотелось. Да. Вы хотите, пожалуйста, Татьяна Викторовна Макова Моё сообщение будет кратким и оно значительно более просто материально, чем те фундаментальные, генитаритные более крупные доклады, чем я не удовольствия послушалась на предыдущей части за себя. Спасибо. Я бы хотела сказать несколько слов и тем самым надеюсь привлечь внимание к некоторым положениям социальных взглядов урола и, может быть, восстановить некоторые равновесия в оценке его как художественного, так и публицистического наследия. Я взяла для краткого анализа следующее произведение. Это, прежде всего, обширная повесть, которая иногда называется романом «Дни в Бирме» этого Рождества, примыкающая тематически краткую аналогу «Убийство слона», то есть здесь они расположены в хомологическом порядке, то есть 1934 год это первая публикация «Дни в Бирме», 1936 год «Убийство слона» и далее в фонологии уже хометтистические произведения это 1941 год «Лев и Единорог», 1942 «Редред Киплинг» и 1949 год «Размышления о Гаузе». То есть вот такие тематические однородные произведения, которые позволяют рассмотреть каким образом в общем-то Орулу, как человеку, интуиции которого признают все исследователи, что он обладал таким вот аналитическим прогностическим даром, каким образом уже осознается проблема не только «Восток-Запад», но и «Свой-Чужой», это и «Проброс» актуальный сейчас по ленинке могут ли ученые классы говорить и так далее. То есть он такой, как оригинальный социальный исследитель, как мне кажется, в этих произведениях раскрылся в известной степени. «Восток-Западе» Какие факты и биографии о его как бы осевые точки его жизненного пути, разумеется, повлияли на его подходы и на содержание его произведения, о которых я буду говорить. Он родился в 1903 году на Тихаре, то есть это северо-западная Индия близ границы с Непалом уже, в семье сотрудника опиумного департамента Байтанской колониальной администрации. То есть его отец занимал не самую высокую должность, но должность практическую, ибо это управление занималось контролем над производством и хранением опиума перед его вывозом в Китай. И образование он получил уже в метрополии, уже в Англии, и до 1921 года обучался в престижном Итан-Коллиже. И в 1922 году он поступает на колониальную службу и служит в полиции в Бирме, до 1927 года. То есть первый его пост служебный также, как и у отца, связан с колониальной практикой. И надо отметить, что в дальнейшем никакого развития развития вот этот период службы в колонии, то есть в статусе чиновника все же, хоть и по полицейскому направлению, не дали ему какого-то старта социального, старта развития карьеры. И в дальнейшем он осознает себя как писателя, как журналиста и в 1936 году участвует в гражданской войне в Испании. В писательском аспекте это «Прощание из Каталинии», сериал публикаций. И во время Второй мировой войны он работает на BBC и ведет антифашистскую программу. Ну, в чем, конечно, ну, собственные политические мировозенческие установки в известной степени и реализовались. Он, к сожалению, умер от туберкулеза в 1950 году. То есть такая у него, в общем-то, была недолгая и яркая жизнь в известной степени претеверечива, как и оценки его наследия. Надо сказать, что для российского читателя, да, прежде всего, это его позднее произведение «Теутопия», это «Скотный двор» и «1984», которые, в общем-то, в течение многих, даже почти десятилетий, были единственными произведениями, которые, ну, каким-то, определенным образом влияли на представления российские о типах государственного государства. Но вот в последнее время сейчас уже какой-то у нас идет ремесанс. Очень много публикуется, переводится, пишется огромные пандемы и очень сентиментальные биографии на русском языке, которые рисуют Орла, ну, как-то позднего Хемингуэя, что ли. Ну, это тоже, в общем-то, имеет свое право на существование. Филологи трактуют в том числе и Дуэльбирне как произведение очень величия, герои которых совершенно не связаны с ними, являются плодами его воображения. Но, что касается Дуэльбирне, то это, конечно, не представляется несколько поверхностно, потому что, если мы всмотримся в описание внешности главного героя, полумиального чиновника, то мы увидим даже портретное сходство с Ами Оруэллом. Это маленькие усики и как на черных волос, он высокий, худощавый и так далее. Там единственный только прием визуальный, который использует Оруэлл в описании внешности героя, за рахами того, что я сказала, ничего не было у Оруэлла, он отрождение изуродован огромным родимым пятном, главным героем Дуэльбирне, в свете которого он и строит свои отношения с миром. То есть вот этот дефект серьезной внешности делает его неуверенным, он подвергается нападкам в школе и так далее. и так далее. Здесь, конечно, такой прием в кинематографе этой детали не было в цене, потому что здесь такая метафора, конкретная, конечно, визуальная метафора, что печати ими, дачи, ущербности и в общем-то и развитие сюжета приведет его к самоубийству. То есть там будет внешняя канва событийная, где-то невозможно выстроить отношения с девушкой, девушка ему отказывает, он не может выстроить свои отношения ни с отечественниками, ни с местными, он там предает своего друга из местных. И вот такой вот сюжет, что он застреливается. Ну, можно сказать, что в акселуатурном плане, мы, как мы, сами знаем, что если в финале произведения главный герой либо погибает, либо сводит счеты с жизнью, то отчасти это говорит о том, что мы не можем прописать этот сюжет дальше, он не имеет логику, это остановка сюжета, вот такая насильственная, это исчерпанность сюжета. Ну и здесь, как я предполагаю, уровень, конечно, это исчерпанность и рефлексии на современное положение гританцев в колонии и исчерпанность самой эпирии в том виде, в каком он мог это описать. То есть это произведение представляется, конечно, весьма глубоким для такого вот анализа социальных взглядов и мировоземческой установки урола на судьбу империи, в конечном счете судьбы британии. И надо сказать, что центральная, так сказать, завязка, центральный эпизод, который двигает весь сюжет в Дни и в Бирме, это маленькое, все дело происходит в очень маленьком заштатном берманском городке, где всего семь человек вот этих чиновников разного ранга и в том числе главные герои всего лишь служащие лесозаготовительной фирмой и проводят в джунглях надзираемых процессом большая часть своего времени и в городе оказывается только очень кратко для того, чтобы посмотреть почту и как-то очень немного передохнуть. и центральный эпизод это клуб, в который организованы вот эти колониальные служащие, непременный, так сказать, атрибут колониальной жизни, и они получают циркуляр о, все-таки дело уже 20-е годы, 20-го века, они получают циркуляр о необходимости приема в члены клуба представителей местного населения из тех, кто тоже контактирует гританской службы. И вот это принципиальный момент, который затрагивает глубинную суть отношений вот этих гританцев в колонии с местным населением. Флори, главный герой, он имеет контакт с идеей, образованной части, в местах, и он скорее склонивается к тому, что это нужно сделать. Но основная, часть резко против, они считают, что это совершенно невозможно. Здесь идут чрезвычайно резкие, неучаживительные, оскорбительные оценки местного населения. Ну и еще из литературных приемов, которые используют УРУ, это просто манера подачи. Здесь нет приема еще никакого, там вообще все очень, я бы сказала, очень критического социореализма. вот как текст без литературных изысков. Это описание запахов, то есть пряности, смесь запахов масла, чеснока и сандала, это то, что выводит их просто из себя и это то, что является маркером вот этой вот инаковости принципиальной на уровне вот бессознательного восприятия, то есть запах это то, чем, восприятие чего там животное пользуется, то есть это такая вот очень знаковая, конечно, вещь. Что касается вот этого самого британского клуба, ну, человек, начиная с Минаева, который посещал британскую Индию и которые не оставили бы описаний того, что такое этот самый клуб, каково его назначение и каково его обыкновение. Исследователь, историк Пирс Брэндон гомонографии «Упадок и разрушение Гританской империи» с 1781 по 1997 годом периоду, охватывая в своем анализе, называет колониальные клубы социальным бастилином. Целью у клубов была консолидация колониальных служащих и они, конечно, организовывались таким образом, чтобы были напоминания о Британии и Родине. То есть это была такая модель, начиная от цветников, вот и Дняву Бирну тоже эти цветники есть, они там разводят цветоводство, как черта национального британского характера, она реализуется и там в полной мере. Это беседы, это совместная выпивка, конечно, это традиционные виды спорта, теннис, поло, карточная игра. То есть вот такова их была обыденная сторона клубов, но момент приема в клуб был центральным таким-то блок осилок, на котором оттачиваются отношения к местному населению и подчеркивание, актуализация, конечно, своей идентичности как британцев. То есть, конечно, эти клубы своей запятостью позиционной имели цель сохранения идентичности колониальных сторищей именно как представители британии. И здесь, конечно, вот эта социокультурная чужесть подчеркивалась, она подчеркивалась. Нужно сказать, что кроме современного исследователя Брэндона мы имеем свидетельство царского дипломата это начало 20 века Чиркин Сергей Виссарионович он был в Большиневосточном служил в Турции и в краткий очень в Персии и очень краткий период он был нашим консулам в Бомбее а именно с 1907 по 1910 год вот эти мемуары опубликованы и он называется 20 лет службы на востоке записки царского дипломата они опубликованы у нас в переводе нет все неправильно просто он умировал потом эти записки они в переводе конечно на русском языке были расшифрованы его родственниками и опубликованы в России вот когда еще Чиркин оставил очень интересное свидетельство о Щербатском вот это знаменитое что он такой хэнсон он такой представительный он такой барин он такой аристократ что когда он рассказывает о том что он с пандитом изучает санскрит и ведет жизнь совершенно брахминской то верится в это с большим трудом то есть это единственное непряжительное свидетельство о Щербатском как человек с такой культурой с таким воспитанием и так далее такой что он аристократ в общем докладчик как ногти какие брахмин что все это как-то скорее всего что он придуман это не он конечно конечно это все не безинтересно так вот что же он напишет про клуб что о допуске креного населения речь вообще не могла идти даже представители дипкорпуса восточных стран ну здесь импульс тоже причисляют восточных стран как бы не британская не европейская и японии могли стать членами клубов только почетными без процедуры выборов что они считали унизительными для себя потому что процедура выборов была и в рамках этой процедуры человек подтверждал свое право в этом клубе находиться это было подтверждением его соответствия высшим ранжем работ и что японцы вообще на это все плевали они сделали свой клуб не пускали туда европейцев и так далее то есть вот эти сегрегационные моменты они очень яркими были еще и в начале 20-го века но именно для британских колоний вот это Черпин хорошо подмечает вот такая жесткость была характерна что наблюдая деятельность и клубов и вообще администрации колониальной в Гоа который тогда был колонией Португалии то он пишет что в португальской Индии туземцы и белые отлично уживались не чувствуя никаких социальных и расовых преград что было для меня особенно ярко после британской Индии где между белым лучшего класса общества и полубелым существовала непереходимая грамма то есть даже дети от смешанных браков это было конечно не допускались никоим образом надо сказать что даже сент обратиться к Нинаеву то описание церевна и так сказать вот достаточная недемократичность отношения к местному населению и участие на не самых высоких но тем не менее должностях в управлении она также подчеркивается так что вот эти самые дни в Бирне в общем-то здесь почему я привожу и другие свидетельства что Урол очень подметил тот феном который считали центральным принципиальным для понимания положения дел и предшествующие авторы которые не преследовали никаких оценочных не имели своего интереса как-то очернить либо наоборот возвеличить эту британскую администрацию так что это центральный сюжетный компонент выбран уровня совершенно и вот эти самые метальные герои которые привели к смерти на самом деле так так я думаю что здесь конфликт вот этой социокультурной идентичности и вот такой вообще гуманистической установки который демонстрирует этот крах нашего героя он в общем-то как мне кажется содержит и что-то личное от установки Орола которая в его публицистике будет проявлено позднее надо сказать что в самом тексте одной вели в диалогах главного героя или друга местных врача есть просто вставные совершенно публицистические отрывы публицистические фрагменты так можно сказать которые характеризуют конечно позицию это критика с одной стороны критика империи и полонуальной администрации как тех кто подавляет так это очень жесткие при этом характеристики и выведение полнейшего мерзавца одного из героев произведения который стремится проникнуть в этот самый клуб что это будет его просто трюс то место где апахала где белые выпивают и беседуют он будет сидеть это будет полное он уже богат он уже коррупционер он уже нажился но это все не то это будет переход на новую ступень то есть вот эта ступенность ниже и выше она очень хорошо актуализирована значит каким образом вот эти мнения вот это в общем-то определенная раздвоенность и непоследок да главный герой критикует значит и Британию критикует и кажется мне что вот возревание его мировоззренческих подходов оно в этом произведении замечательно и совершенно реанализовалось Лев и Единорог имеющий под заголовок социализм и английский гений это очень общинное произведение ну статья можно сказать где анализируются возможные перспективы развития Британии и как империи и как митрополии которая распустила свои коронии перспективы политических партий уже февраль 41-го года это уже битверо власти то есть это произведение очень интересное которое показывает нам урла как политического воспитателя как социолога в каком-то смысле то есть произведение очень обширное что касается нашей темы это анализ периода между между первой и второй и второй воровой войнами немного раньше что пафос строительства империи воспетой Киплинга сменяется пледской рутиной и жизнь бомбии и Севгопури была еще скучнее и надежнее чем в Лондоне империалистические настроения у среднего класса оставались сильными но главным образом за семейные традиции и работа имперского администратора уже никого не привлекал но здесь упоминание Киплинга не случайно Киплинг у него скрипит цитируется и в Днях Гибели ему посвящено отдельное произведение и мне представляется что здесь был элемент уже пора по-моему не ну я спою не сейчас буду сворачиваться а что здесь конечно было и соперничество потому что начав с Критски воспроизведения к священному Киплингу Орел сначала критикует его правильную такую шевинистическую империалистическую установку а потом начинает раздракунивать его стихи с точки зрения литературной критики ну казалось бы да вот и сам Торо стихов не писал известный слав поэтому здесь с Киплингом у него конечно такой вот диалог противостояния на самом деле у него есть в том числе возможно и из литературных англиц ну вот переход да и перспективы колонии сейчас на этом надо уже прерваться будет оценка перспектив колонии после освобождения она совершенно на мой взгляд опровергает просто ту гуманистическую установку которую он вне в Бирме молодости сформулировал а именно что отставые сельскохозяйственные страны вроде Индии ну то есть если боисты победят на выборах и вот будет динамика развития империи в сторону освобождения колонии то что же будет оставаясь сельскохозяйственные страны вроде Индии и африканских колоний могут быть не более независимыми чем собака или кошка Индию тогда захватили бы японцы или японцы и Россия а умной жизни Британии был бы резко пониже то есть здесь ключевой момент который конечно характеризует двойственность его установки то есть он сохраняет патриотическую установку относительно Англии то есть уровень жизни зависит от кого они лишены ресурса самостоятельного развития и будут поглощены другими державами в этом смысле их освобождение не имеет никакого рационального основания то есть здесь как мне кажется вот уже какие-то проблески и если хотите вот ориентализма и отсутствие поразительно что в общем-то именно британскими колониальными служащими во многом создавалось академическое востоковедение в Англии сохранение письменного рукописного наследия и уже извините к 20-м годам 20-го века и к 40-м уж тем более уже много что было опубликовано в самой же Британии то есть здесь вот поразительная такая такая слепота что ли нежелание видеть другую сторону вопроса то есть признание за культурой колониальной идеи самостоятельного стимула к развитию ну и конечно оценка вклада британцев что вот дороги построили там создали свои социальные институты но тут же Минаев прекрасно анализируя налоговые справочники по колониальной институты он обосновался в руках что извините конечно они все это построили и все это увеличение что все это стоило денег но изначально это были деньги которые собирались в качестве налогов с местного населения и с местных правительств значит я считаю что Туру как человек рефлексирующий на статус британской империи на перспективы развития и создавший картину вот такого очень скользкого положения британских чиновников в Индии в ну и в первой в британских колониях в 20-е годы 20-го века он в этом аспекте достигнут отдельного более подробного может быть исследования потому что те проблемы которые стоят сейчас вот в рефлексии на путь восточных государств уже осмысление постполониального дискурса и вот проблем восток-запад оно как большим таким правительством было сформулировано гораздо раньше то есть проблема как проблема социальная существовала объективно гораздо раньше чем европейские рефлексмены дали себе труд осознать спасибо спасибо аплодисменты аспекты 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 то есть у вас считает британцев британцев виноват в среде Индии или какова его точка его точка зрения такая что в качестве частного лица он считает что нужно отменить тюрьмы средства наказания и так далее что быть угнетателями нехорошо но как политический мыслитель он стоит на позиции к этому его противоречивость конечно и вот это кратчайшая нового убить слона в ней как раз он формулирует следующее что он взбинтовался они его призвали как полицейского значит что нужно его убить по инструкции так было нужно он понимал что слон уже не опасен что убивать ему не надо и он не хотел этого делать но это сделать было необходимо потому что иначе он как сахид ну как господин потерял бы лицо дальше идут он вообще так сказать монторалистично все это еще написывает не погубили слона естественно поэтому здесь определенное противоречие конечно есть то есть он против угнетения как частное лицо но уровень жизни в Британии упадет если упадет конечно вот самобытные мыслительные правильно чужие говорят то есть есть среди дали спасибо спасибо большое АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...